Всем привет, всем привет, меня зовут Макс Брандт, в эфире передача «Намышные нубы». Меня зовут Костя Павлов, и этот выпуск, я не знаю, как ты там говоришь. Ты забыл мои слова? Да. В общем, начинаем химический опять опытик. Ну что, колтайская лего, что понадобится нам сегодня? Очень, очень странный набор, я не знаю. Да, вроде бы как люблю такие странные наборы, но с другой стороны, когда мы что-то делаем, пытаемся подобное, у нас никогда ничего не получается. Итак, соль, спички, стакан с водой, нож зачем-то, вилка и секретная черная коробка. Тут половина из этого не нужна нам. Короче, берем соль, воду. О, наш соленый. Прямо густый, густый, густый так вот делаем. Крепкий раствор соли. Да, крепкий, настолько крепкий, что опускаешь туда палец и все заживает. О, слушайте, сейчас уже почти. Крепкий? Капец, не серьезно, это капец, конечно, какой-то. Крепче тебя. Ну да. Так, берем ниточки. И вы подумайте, что мы делаем обычную кристаллизацию. А вот нет. Мы делаем сложнейшую кристаллизацию. Не обычную. Там еще будет прикольчик, так что смотрите. Так, берем эти витки, короче говоря, вот так. Ну как эти, это одна нитка до сих пор. И солим ее. Солим. Это, так сказать, суп в кризис. Так, ну что ж, теперь пускай все это дело кристаллизуется, а мы ждем. А ты не хочешь обрезать, чтобы у тебя было не длиннющая, а просто 50-митровая? Чтобы было все по чесноку. Ммм, обрезал, молодец. Нож лежит, ножницы, вилка, зубами, молодец. У нас ушло несколько часов, чтобы сделать хотя бы вот такие вот нитки с солью. Это очень долго. Мы, да, потратили на это несколько часов, и вот что у нас было. Там нитка под слоем с кристаллизованной солей, я так понимаю. Да, и, короче, это целое мучение, и если не получится, что у меня уже, в принципе, кажется, что это может быть такое, то это будет реально очень тупо. Столько часов работы коту под это самое место. Так, мы завязываем, значит, такую вот скрепочку. И сейчас возьмем и будем поджигать. И вы спросите, что же должно получиться? Я надеюсь, что мы сможем это сделать так, чтобы, ну, вы не спрашивали, что же должно получиться. Так. Там нитка и соль. Ну да. Давайте, давайте, давайте. Так, берем теперь, поджигаем. Не получилось. Не получилось. Ну что? Попытка номер два, но, не знаю, чувствуется, что ничего особо от этого не изменится. Мы уменьшили вес нашей. Да. Ничего не меняется. Ну вот даже вот если вот так представить, что вот давайте. Все равно оно так не получается. К сожалению, слишком как-то тупо получилось. И мы решили этот выпуск выпустить на второй канал под названием Визов. Собственно говоря, на нем вы сейчас и смотрите это видео. Ну, блин, ну, на основной канал, на листовую, ну, как-то вот не хочется его выпускать. Это, во-первых. А терять материал тоже не хочется. Мы потратили на этот выпуск, реально, часа три точно. Потому что мы очень долго этой солью макали, сушили, макали, сушили порядка тридцати раз. Поэтому жалко ничего не делать с этим материалом. Поэтому такой выпуск выходит. Ставьте лайки за новые выпуски и подписывайтесь на этот канал, где интересный бонус на лист ТВ, на листовое шоу, на все каналы. Да. И пишите, почему у нас не получилось. Вроде как... Ну, что мы дурочки. А, другую. А еще варианты. А, другую версию, да. Все, всем пока, с вами был Костя Павлов. Макс Брандт. И в конце все равно будет эврикосов партнеру, потому что, а почему нет? Всем привет, всем привет, меня зовут Костя Павлов, это About All. И сегодняшняя тема – зима. Я прекрасно могу понять людей, которые любят зиму. Это и отдых, и праздники, и виды спорта, да и погода, в конце концов. Поэтому одна часть меня, как бы, уважительно к зиме относится, а другая ее слегка побаивается. Я во Франции всю жизнь жил, кто не знает. Во Франции, чтобы снег выпадал, достаточно редко. То есть, я помню, что было, наверное, 10 лет подряд я в Париже жил, и не было снега. Когда снег выпадал, об этом говорили в новостях, что аккуратно, на улице скользко, потому что выпал снег. Короче, надо сделать вот так. Таким лицом обязательно. Так, бухаем сюда масло. И ждем, пока все это дело начнет скворчать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...